Всех приветствую, продолжаем знакомиться с работой художников и их автобиографии. Бехом Ханс Зебе, немецкий художник, график, гравер эпохи Ренессанса, считается самым выдающимся после Альбрехта Дюрера мастером малых форм, клейммастером или мастером малого формата. Я, зачитывая Википедию, родился в семье художников в 1500 году. Вместе с младшим братом учился в мастерской Альбрехта Дюрера, сторонник радикального крыла реформации. В 1525 году был обвинен в ересе, против литеранства, богохульстве и отказе признать авторитет городского совета. И вместе с братом издал из Нурнберга за так называемую безбожную живопись, гравюры откровенно эротического содержания. В 1528 году вернулся в родное Нюрнберг. В 1529 году Бехом вновь был обвинен в распространении порнографии. Бежал в Мюнхен, где стал работать по заказам кардинала Альбрехта Майнцкого. Дальнейший период жизни провел, скитаясь по разным городам Германии, пока в 1532 году и поселился во Франкфурте, где жил и творил до своей смерти в 1550 году. Создавал религиозные гравюры, иллюстрированные хроники, выполнил целый ряд книжных иллюстраций к античным мифам, сказаниям, народным немецким сказкам, жанровых сюжетам. Изготавливал даже карты Таро, известен как плодовитый художник Граль. Он автор около 250 гравюр, 18 афортов и 1500 гравюр на дереве. Он работал очень интенсивно и с высокой степенью детализации миниатюры и рисунка. Во многих случаях его произведения были настолько малы, что их размеры можно сравнить с сегодняшними почтовыми марками. Кроме того, он занимался проектированием витражей. Ну вот так вкратце из Википедии о немецком художнике графики гравюри эпохи Ренессанса Ханс Зебальдбеха. Пока-пока, до свидания, смотрим работы. Субтитры создавал DimaTorzok